Приветствуем в этой студии композитор, автор песен, певца Юрия Лазу. Лазу, наверное. Склоняется, фамилия? Ну, конечно. Юрий Лаза, в общем, у нас в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, женские говорят не склоняются, а мужские склоняются. Теперь будем знать. А то я взяла и так вот даже не подумала об этом. Я сразу хочу сказать нашим слушателям, те, кто следит за тем, что Юрий Лаза пишет у себя в Фейсбуке, в том числе, это, кстати, я сегодня весь, практически ваш Фейсбук прочитала, что Юрий дал обещание прийти к нам в программу до того, как написал пост, что он больше к журналистам не общается. Это просто был один из вопросов, которые задавали до эфира, мы сразу на него отвечаем. Так случилось, да. Я всегда выполняю свои обещания, как Чукча. Странно, вот как-то меня так воспитали. Поэтому если я пообещал ему, что приду, ну, пришел. Но я сегодня отказался от прямого эфира, такой на «Россия-1» есть прямой эфир. Мне предложили сделать обо мне передачу. Я говорю, там вы от всех отобьетесь. Я говорю, ребята, я не собираюсь вообще ни от кого отбиваться. Я знаю, кого туда пригласите вы. Вы наберете закучу народу, как всегда, это большое ток-шоу. Я не буду там кто-то на меня кусать, кто-то хвалить, но мне не нужно ни того, ни другого. Ну, собственно, первый наш вопрос, традиционный вопрос программы, это ваше решение, которое было самым тяжелым в жизни, самым таким сложным, над которым вы больше всего раздумывали, сомневались, мучились, может быть. Ну, этих решений, знаете, сколько было по жизни. Первое решение было все-таки играть в футбол дальше или не играть. Когда тренер пришел, а мне уже 16-17 уже, вот такое вот время переходное, когда хочется определяться в жизни как-то, и родители настаивают на том, чтобы я стал инженером, то есть кем-то стал в этой жизни. Ну, ты же в институт или получился? Ну, после школы кем-то поступаю в институт. Тренер говорит, что надо, у тебя получается, у тебя есть задатки. Ну, я такой защитников очень мало, но я такой защитник по жизни. И поэтому у меня хорошо получалось в центре обороны, то есть рост охватало и видение поля. Ну, то есть, как-то бывает так, что... Расло. Ну, с другой стороны, вот эти мои футбольные данные мало интересовали славу и пол, вот что перевесило. Да что вы, не может, спортсмены, футболисты... Что самое удивительное, допустим, рассказы о забитых головах совершенно никого не интересовали, а я в то время уже умел играть на гитаре. Вот, и когда я брал аккорд, эффект был гораздо выше. И поэтому вот как бы ломало меня там... Неужели из-за этого? Да нет, конечно. Вы знаете, есть такая поговорка, я не знаю, кому она принадлежит, что ничто так не склонно к изменчивости, как прошлое. Поэтому то прошлое, которое мы сами создаем, оно и есть. На самом деле, важно ведь не то, что было, а то, что мы об этом рассказываем и говорим. Скорее всего, так оно и было, потому что эту историю я люблю рассказывать. Что вот в этом было первое мое большое решение, играть в футбол или заняться чем-то другим. А не жалели ни в какой момент? А вдруг там была бы карьера футболиста такая, что прямо... В природе нет сослагательного наклонения, поэтому трудно сказать, что было бы, если бы, но я не пожалел, что я стал музыкантом. Хотя в 17 лет я не думал, что я буду музыкантом. Я все-таки поступил в университет, на географический факультет, и я, в принципе, должен был стать кедровогом суши. Но потом уже через какое-то время, уже работая в коллективе, в таком саратской филармонии, мы оказались в Тбилиси на фестивале Тбилиси-80. И я встретился с одним из своих ребят, с которым я начинал играть в футбол. Ну, это был вратарь Кайратову, Сашка Убыкин. Мы с ним в одном... Ну, работали вместе играли на локомотиве еще тогда. Я посмотрел и вот тогда убедился, что решение было правильное. Потому что я в свои 30-ти годам был еще только начинающий музыкант, а он был уже глубокий ветеран. Ага, это были долгосрочные инвестиции. Так получилось. Долгое планирование. Вы знаете, я тогда еще не закончил, как вот сейчас я закончил все-таки экономико-статистический институт, но почему-то у меня всегда хорошо получалось считать. Так, хорошо. Кстати, пока мы об этом заговорили, это ведь 2003 год. 2003. А зачем вам уже в это время нужен был этот диплом? Это, наверное, больше нужно было самому институту. Дело в том, что медики гордятся Розенбаумом, который работал в скорой помощи. Саня вообще такой он настоящий врач. Он умеет это делать. Это не какой-то недоученный какой-то сейчас, как из Каменихлаба вот эти ребята, или из КВН, которые профнепригодные, которые повыгоняли всех, они оказались вдруг на сцене. А он настоящий, он реальный медик. И вот они гордятся этим. Но я знаю, что архитекторы гордятся Макаревичем. Хотя, в принципе, он, наверное, ничего такого и не построил большого, но они все, и тут у нас есть. А выяснилось, что у экономистов таких нет, медийных персонажей. И для привлечения студентов ректор, очень толковый, кстати, мужик, он посчитал, что лишнее место, если кто-то будет занимать на парте, то это никак не отразится на самом институте. То есть он вам предложил? Да, безусловно. Мне было предложено, и закончили этот институт, помимо меня еще, МСИ закончил, Дима Харатьян, Натали, Салтыкова. Это в один год все произошло? Ну, примерно в одно и то же время. А, то есть это была такая компания. Да, это была такая большая компания, которая сработала. Потому что, на самом деле, ну вот сидит человек еще один на лекции, ему-то что, правильно? Ну, да, у нас был свободный график посещения. Кто-то больше ходил, кто-то меньше. Я ходил на все предметы, мне интересно было, крайне очень люблю учиться. И мало того, даже сидя на этих лекциях, меня поражало, что это все-таки платный вуз, люди, сидящие сзади, за них кто-то заплатил большие деньги, сидят пацаны и обсуждают, как они вчера с усиленной дискотеки. Ну, они же молодежь не понимают. Ну, они молодежь, да. Я был точно такой же в университете, такой же Балгерс. Но вы же тоже не закончили. Нет, не закончил. Университет не закончил. Университет. Да. И поэтому мне не хватало, во-первых, образования официально, чтобы никто уже не тыкал в тебя пальцем. Потому что я где-то прочитал биографию Алена Дилона, и он, говорит, всю жизнь мучился от того, что великий Алена Дилон, ну, икона, Алена Дилон не пьет одеколом, о нем песни пишет, а он все время мучается, что у него нет образования. Оказывается, ему этим шпаняют всю жизнь. Вот чтобы меня не шпаняли... Так что, наверное, никто уже... До сих пор. Алену Дилону, какие-нибудь там, ну, совсем маленькие люди, совсем маленькие моськи, указывают на то, что он не получил актерского образования. Слушайте, ну, если так посмотреть, вы меня, конечно, извините за сравнение, может быть, некорректно, но, тем не менее, в этой студии из двух ведущих нет ни одного журналиста с образованием журналиста. Нет, есть. Нет, в этой студии. Дело не в этом. Это высшее образование позволяет вам просто писать «высшее» и «всё». А, «любое высшее». Любое высшее. Да, у меня же экономика статистическая, но я спокойно могу говорить на любые темы, но я образованный человек. Вы поймите, что это любой институт, это клуб по интересам, любой, скажем, выпускник циркосельского лицея, он был образован во многих дисциплинах и вполне мог работать что на государственных должностях, что редактировать журнал. Поймите, это так было. Просто сама атмосфера, долгие годы общения с своими коллегами и с преподавателями дают тебе возможность как-то расширить свой кругозор до такой степени, что ты очень легко можешь переключиться на любые деятельности. А как вы сессию сдавали? Вам преподаватели как-то делали поблажки? Ну, я же знаю, что нам делали поблажки, что я все-таки в свободном графике был. Я не был причислен к одной определенной группе. Я говорю, ребята, у меня вот есть возможность сейчас. Он говорит, ну, приходи вот сейчас, посмотрим, какие группы вот эти дисциплины, которые пропущены. Я все делал как положено, и мало того, я написал работу, налоговую систему Российской Федерации дипломную издавал. И вот эти же ребятишки, которые сзади сидели, все время меня спрашивали, подскажи, как там все это. Я говорю, МВФ, нормально. Мы все здесь. Ну, это же ребята, которые будут двигать нашу экономику. То есть совершенно удивительно. Хорошо, а почему вы не закончили университет вот тогда? Университет получилось вот как. Я вдруг понял, уже когда я поступил, когда познакомился с будущей своей профессией, я понял, что это не мое. Одно дело, когда тебе говорят, что сколько гидрология суши, а другое дело, когда ты съездил в первую поездку, потаскал эту рейку, поставил, ленту потянул, когда ты ознакомился с кучей всяких разных приборов под названием Кипригель, Мензула, Теодолит, Нивелир, когда ты провел воду в Толгар, да и когда уже так активно в это дело влез, и вдруг понимаешь, боже мой, это же совсем другое. А ведь, поймите, это был только начальный этап. А в дальнейшем вдруг выяснилось, что это все высшая математика, которую я на самом деле знаю плохо. Я люблю математику, но не до высшей. Почему бы там выяснилось, что оказывается рассчитать расход воды в речке, которую вы собираетесь перепродить плотина, это 48 формул, и они неимоверных величин, эти формулы. Там надо быть по инкаре, чтобы это все решать. Поэтому я сказал, не, ребят. И во-вторых, вот эта вот сама работа гидролога, она заключается в чем? Ты весь летний период находишься где-то на каких-то водных источниках, ручьях, а гидрология – это вода суши. Это не море, там это другая немножко дисциплина. А вот именно речки, озера, ручейки. И вот ты мотаешься по этим всем, а потом сидишь целую зиму, обрабатываешь результаты за 120 рублей, и в общем все это. И там либо что-то воровать, а воровать нечего. Вы же знаете, как в советский период. Если украть нечего, то вроде что за профессия. Но вы после этого ушли в музыкальный училище. Нет, немножко опять же все не так. Так случилось, что когда меня отвернули все-таки из университета, там так очень хитро получилось, что я не явился на первое собрание комсомольское, потому что не был комсомольцем. В школе вы не были комсомольцем? У меня были комсомольцем. Выгнали за что? Ну, такой был плохой комсомолец. Я написал журнал, издавал такой журнальчик, рукописный. И там были какие-то там заметки, которые показались, ну, показались немножко как бы несоответствующими, что ли, образу советского школьника. Отец чуть ли не там его вызывали в райком, таскали, он был, там был дикий скандал. Ну, я не помню саму заметку, фигня какая-то, если честно, откажем, ерунда. И вот, и, ну, из-за этого все равно это достаточно было, что мне сказали, положите комсомольский билет на стол. Я положил, пожал плечами, на этом все закончилось. И я поэтому не явился, когда у нас первое собрание было в группе после поступления. И я не смог дать себе самоотвод. Они недружно избрали комсоргом. Ну, как же у нас? У нас так все делалось, к сожалению или к счастью. Я когда пришел на следующий день, они говорят, ты у нас комсорг. Я говорю, ну, слушай, бись. Первое, сначала мысль была пойти рассказать, а потом я понял, что из этого можно извлекать выгоду. Выгоды. Смотрите, как я что придумал тут же. У меня мозги работают в этом плане быстро. Я говорил, ребят, сегодня у нас будет комсомольское собрание. Все хотят домой. Уже просидели четыре пары. Ну, восемь часов ты толчешься по этим коридорам. Коридорам тебе хочется уже уйти. И вдруг встает комсорг, встает, закрывает шваброй двери, говорит, через мой труп. Нам надо мне сдавать отчеты. Я говорю, ну, есть альтернатива. Вот ведомость. Мы сдаем денежки сегодня на котов. На брошенных котов. Или, допустим, давайте так, на собачьих будем сгодать. А это вообще законно? Я подклал ведомость. А потом уже думайте сами. Давайте так, либо мы заседаем, либо мы съездаем по 10 копеек и поехали по домам. Нормально. В ведомости расписываемся. В ведомости спокойненько шла в мусорное ведро. А у меня было, у меня 25 человек у нас было, 24 человека сдавали по 10 копеек. Никого это сильно не напрягало. У меня было 2,40 при кружке пива стоимостью в 22 копейки. Вот ты. Это ж мошенничество. Самая чистая вода. Чистейшая вода мошенничество. Какое только можно придумать. Но 2,40 у меня, я был, ну, я был в душу компании. Я мог напоить трех своих друзей у нас. Водка стоила меньше. Прекрасно. Так, после того, как вас из института значит, из университета. У меня обтурнули из университета, потому что я действительно не хотел учиться. Я забросил это дело окончательно. Все. Уже год я там проболтался. Уже второй год пошел. Я понял, это совсем не мое. Усложняется программа. А я учить ее не хочу. И меня, короче, я еще там проболтался. Какое-то время я осенью обтурнули. В армию пошли? Я говорил все время, я в армию не пойду, я там никого не знаю. У меня была такая отмазка. Ну, меня все равно забрали. Ну, это очень жёстно. Да, забрали. И так как все-таки 10 классов и полтора года университета, меня взяли в ракетные войска, и я поехал далеко. Далеко это куда? Далеко на Дальний Восток. Ого. Почти на границе с Китаем, во Морскую область. Учебка сначала ракетная. И у меня в жизни как-то странно получалось, что я всегда оказывался не в том месте, в котором должен был оказаться. Когда геодезисты армейские ходили и искали кого-нибудь, кто хоть как-то связан с этим делом, я оказался в наряде. Они заходили в учебку. Если бы я попал в геодезию, я бы прослужил... Это белая кость. Это, ну, не пережачу. Это... Туда попасть, это мечта любого человека. И они меня не нашли. Ведь я же их был клиент. Я всё знал. Я только что вот этим занимался. И они пропустили меня. Второй раз я оказался в наряде, когда брали музыкантов. Искали. И я попал в ракетные войска, попал в заправку сначала, ракет. Год был в заправке. Еле оттуда ноги унёс, потому что это такая тяжёлая заправка. Я тем более нашёл способ. Я как оттуда слинять, меня перевели в электрике. И я потом уже второй год был электриком. Я уходил рядовым и вернулся рядовым. Потому что я руководил... А я руководил ансамблем. И мы перед самым дембелем... У нас был такой вечер выездной. И какой-то праздник чего-то там урожая, куда-то мы должны были отыграть. А перед этим нашу ракету приезжали на дообследование заводчики, которые её делали. Это, в общем, такой... Через 10 лет эксплуатации ракеты они приезжают с завода и смотрят, в каком она состоянии. И в этот момент перекрывается всё. Мы одеваем кеды, одеваем специальную одежду и помогаем им. И вот там, в этот момент, в помещении появляется спирт. И мы этого спирта умыкнули. Энную часть... Но там на нас не подумали. Подумали, что старшие умыкнули. Там разборки свои были. Но никто не подумал, что у молодых солдат тоже хватит смекалки ещё и умыкнуть для себя. И этот спирт мы взяли с собой на эту поездку. Вот в этот вот, в колхоз. А мы отыграли. Нас привезли оттуда как сломанную мебель, потому что выпить нам легально не дали. Мы пили в туалете. У нас за бочком стоял спирт без закуски. Если бы мы хоть закусили, это у нас... И нас всех подразвезло. Была статья в местной газете армейской. Романдир перед строем лично поотрывал всем погоны. Кто был с меня... Мне уж хотели даже себе какие-то что-то давать. Потом решили не давать. С моих всех... Моих подчинённых... Я был рядовой, но руководил ансамблем, в котором были все старшие для меня по званию. С них тоже всех подрывали погоны. И я поехал последним. Командир пообещал, что я последний, как самый негодяй, уеду из армии. Я последний уехал. С своего призыва. Ну, после армии-то вот, наконец, началась музыка. А вот с музыкой опять. Видите как? Вот у меня всё в жизни случайно как бы происходит. Якобы случайно, а может быть и нет. Я пришёл... Дело в том, что перед самым стартом в армию отец меня всунул на завод. Для чего это было сделано? Чтобы мне завести трудовую книжку. Тогда стаж считался таким весовым. Прибавка. Прибавка такое к жалованию была. Прибавка к стажу. Она давала возможность свои 25 лет быстрее набрать. И поэтому армейский срок зачитывался. Туда же учитывался в этот стаж. И отец говорит, срочно давай я тебя воткну. Ты неделю там проболтаешься, но уйдёшь рабочей косточкой. То есть, как бы ты уйдёшь уже и вернёшься, у тебя уже два года стажа есть. Я вернулся на родной завод. И там по положению, я должен был какое-то время там проболтаться ещё. И вдруг выясняется, там самоделка репетирует. Я захожу, здорово, ребята там всё. Познакомились, посидели, поболтали. Они говорят, о, нам как раз ещё один нужен. Надо в кабаке заменить, ребят. И я поехал с ними. Что умеешь делать? На чём играешь? Я говорю, ну как, о чём? В армии как получилось? Я когда пришёл, а там сражесловщим надо было увольняться, они меня сразу взяли за жабры. На чём играешь? Я говорю, на гитаре играю. Говорят, на трубе подавно сыграешь. Сунули мне трубу и сказали, что если я через две недели не выдаю, ну, нужно ли партию, то я умру с зонной щёткой в туалете. Отличный стимул. Отличный стимул, да. И я через две недели выдул. Вот. И поэтому здесь я говорю, за чём играешь? Я говорю, ну, на чём надо? На басу надо играть. Я говорю, давайте на басу сыграю. И мы пошли в кабак и отыграли эту программу. Я, в принципе, уже до этого всё-таки руководил самоделкой всякой разной. Там и гитару первую свою в сарае сделала. Я давно занимался лет 14 этим делом. И вот. И я впервые заработал 21 год уже, предельзавание, я заработал деньги. Я всё время думал, что музыка – это чистая воды хобби. Я до этого никогда представить себе не мог. Ни в школе, ни в университете, нигде-либо ещё, что эта локация может приносить деньги. И всё, и судьба была решена. Сколько заработали? Я не могу сказать, сколько мы будем. Мы получили какие-то деньги, парнос пошёл. То есть то, что давали, или чай, вот называли у нас, то, что давали за исполнение каких-то там произведений. А у меня, оказывается, я же интонирую точно достаточно. И поэтому я очень быстро запоминаю. У меня тренированная память шахматиста. Я с детства играю в шахматы. И я как-то структурировал мозги свои. Так что я очень быстро всё запоминаю. И я запоминал тексты. Легко. Тогда. Сейчас уже не так. А что не запоминал, записывал. И всё. Ну, и я стал музыкантом в системе ОМА. Отдел музыкальных ансамблей, приказав концерты. Сначала Беру добрых услуг, свадьбы играл. Потом долго там... В общем, два года таких активных были кабацких. Как родители отреагировали на... Плохо. ...сминение вашей жизни? Как и все. Уэлл Дисней писал в своих воспоминаниях, что когда отец, его отец, приехал и посмотрел на город, который он построил, Диснейленд, он сказал, когда ты наконец делом займёшься, начнёшь выращивать свиней эту, маешься какой-то ерундой. То же самое отношение у всех родителей. И у моих тоже. Отец понял, что я что-то из себя представляю в этой жизни, а уже через, наверное, лет через 15-20, когда у меня была сольная карьера, я закрывал большую программу в Харькове, во Дворце спорта. А он оказался там, он был без ноги, он попал в дикую аварию, и поэтому сам себе изобретал протезы. Он инженер-конструктор, очень талантливый. И он там был как раз по делам этого протеза, и это совпало просто. Я приехал, я его выдернул из больницы, из той, где он там, ну, при гостинице при этом заводе протезном. Вот, привёз на концерт, и он посмотрел, и тогда после этого он сказал уже, потому что мы сидели в ресторане вечером, он говорит, я когда посмотрел на этих людей, которые пришли на тебя, и ты закрываешь эту программу, я понял, что к тебе относятся положительно, и что ты, вот, как ты занимаешься делом. Но мне сейчас придётся убить и в этом мать, и я в этом не уверен, что вы имеете. Вот, смотрите, все обсуждают ваше высказывание критические про коллег по цеху, так или иначе, да? А был кто-то, кого вы, наоборот, считали своим кумиром, у кого учились в этом? А вот смотрите, как интересно. Меня обсуждают, говорят, что я антарасов обсуждаю коллег по цеху. Я имею право сравнивать двух гитаристов, потому что сам на гитаре играю 40 лет. Я создаю гитару, я две сделал лично руками, и вот сейчас по моей модели, на них тоже играют люди, которые я изобретаю. Я, наверное, переиграл, ну, всё, что только можно переиграть в кабаке, и потом позже уже и свою программу постоянно играю. И мало того, есть куча тому доказательств, вы можете в Ютьюбе найти меня с гитарой, и мои парки услышать. То есть я имею право сказать, вот этот гитарист играет хорошо, этот плохо. Что я и сказал в программе в одной из. Мы снимали, ведущий меня спрашивает, что слушаю, что не слушаю. Я говорю, ну, как бы вот тех, кто играл плохо, тех не слушаю, кто играл хорошо, тех слушаю. И взял, привел два примера. Я говорю, вот, скажем, Ричи Блэкмар, который в Дипапу был гитаристом, всегда играл хорошо, а Кейт Ричард, который играл гитарист из группы Rolling Stones, всегда играл плохо. Один из ваших коллег взял, выложил такую, отрезал полфразы и сказал, великие мысли великих людей. И привел фразу, Кейт Ричард всегда играл плохо. Соответственно, вся эта орда накинулась на меня с одним простым вопросом. Ты с кем себя сравниваешь? Кейт Ричард, он, вон он что, а ты вон он что. Я говорю, ребята, секундочку. Я вообще не был, не был в этом обсуждении. Я сравнил двух гитаристов. Если вы их сравните, то вы поймете, придете к тем же самым выводам. Потому что, если вы возьмете, зайдете сейчас на YouTube, то вы увидите 10 лучших соло Блэкмара, там 20, 30, 100 лучших соло, и ни одного Кейта Ричардса. Почему? Потому что его никто не цитирует, никто не играет. Он никогда ничего не играл. Он аккомпаниатор такой. Поэтому я их сравниваю. Один проделал большой путь развития, а второй играет 40 лет вниз свои 4 ноты, которые он всю жизнь брал. Одному, говоря, признает лучшим гитаристом в истории рока, а второму, говорят, почему вы уже 200 раз спросили, почему у тебя гитара не настроена. Он даже отмазку придумал, потому что она не настроена настолько, насколько мне это надо. И вот получается, я-то при чем? Нет, это понятно. Откуда критика взялась? К вопросу Оксаны. Кто был кумиром? Я же уже точно сказал. Я же только что знал Ричи Блэкмар. Ну, конечно, это вот те люди, которых я уважаю. Брайан Нэй, который играл в Квин, он перевернул представление о гитаре. Я иногда не понимаю, что там звучит. Я начинал ли сама гитара. Я слышу, какой звук создал Дэвид Гилмор из Пин Флойд. Это же космос целый, когда слушаешь. И я сравниваю эти иные возможности с такими гитаристами, которые не прогрессировали, а остались на том же уровне. Я их вот что сравниваю. Они говорят, с кем ты себя равняешь? Ребята, ни с кем. Я о себе вообще не говорил. Это просто подлинненький приемчик, называемый журналистский тизер. Когда часть информации подается как единое целое. Специально, чтобы выставить меня идиотом. Это просто давнишний спор у нас с ним идет, с этим товарищем. Я давно ему оппонирую. То есть он пытается меня поддеть и сделать из меня клоуна. Таким образом он настроил против меня определенную часть людей. Понятно, что интернет – это штука такая, палка о двух концах. И часто соцсети выступают как определенная линза, что ли. Потому что, во-первых, искажается информация. Во-вторых, все молниеносно расходится. Но вот этот всплеск, не знаю, насколько корректно можно назвать это цитируемости, но он вообще за знаком плюс или минус? И это вообще важно, в каком контексте это происходит? Вы понимаете, я же сам ничего не провоцирую. Я отвечаю на вопросы. Мне звонили с некоторых изданий, предлагали даже, скажем, на лайфе, предлагали за деньги вести и комментировать. Я говорю, ребята, ну я же заболтаюсь. И я не могу комментировать все подряд. Есть какие-то вещи, которые я могу комментировать, как профессионал. А есть, которые я буду комментировать, с точки зрения диванного аналитика, такой же, как и все остальные. Я зачем-то слежу, зачем-то не слежу. А вы меня хотите заставить сейчас бросить все и начать комментировать. Я отказался. Во-вторых, некоторые комментарии, которые я давал, я по, не знаю, по наивности, что ли, по своей, я думал, что вот я скажу людям что-то, и они это возьмут и перейдут на своих страницах, в сетях и так далее. И вдруг я поймал, ловлю тот же самый лайф на том, что я говорю одно, у них совсем другое. И они мне звонят на следующий день, и я говорю, ребята, а почему вы так исказили? А мы за своих коллег не отвечаем. Странная такая формулировка, которая позволяет, оказывается, выскочить с любой ситуацией чистенькими. То есть мы как бы не отвечаем за коллег. Я вот сейчас веду свой собственный радиоблог на радио «Комсомольская правда», и я спрашиваю их, говорю, а как так? Вот у вас же ваши, ваши журналисты с «Комсомольской правды», они же взяли, перепостили какую-то хрень совсем недавно, полную ерунду, которая не имеет под собой никакой основы. Я могу на них в суд подать? Они говорят, пожалуйста, холдинг одном и радио другое. То есть мы не связаны совершенно. Я говорю, ну у вас же единоначально все это устроено. Он говорит, нет. И я говорю, могу я тогда адекватно отвечать в своем радиоблоге? Я ж до этого вас не трогал. Я ж не говорил, что вы печатаете полную фигню, и что вы желтая пресса. Они говорят, можете говорить все, что хотите. И я в последнем своем радиоблоге уже высказал свое отношение к холдингу «Комсомольская правда». Такая же желтая ерунда, как все остальное. Вот вы ведете несколько аккаунтов в социальных сетях. То есть вот в Фейсбук у вас есть еще закрытый, мне кажется, Твиттер, да? Нет, ну я практически туда не захожу. Там он на Твиттер же заставляет выжиматься. До 140 знаков, а это очень мало. Это надо такой афоризм выдать уже. Слушайте, это же самое оно. Это как раз работа с тех. У меня они есть там. Если вы посмотрите, там есть у меня афоризмики. Это закрытый, я немного... У меня даже есть одно, я афоризм выдал из одного слова. Между прочим, даже есть такое. Я придумал новое слово, очень хорошее, которое, в принципе, само может существовать и жить отдельно вообще от всего. Ну-ка. Пукнулось. Боже мой. Как красиво, как изящно, а? Ужар в безличном. Ну, интересно же, значит, русский язык велик, конечно. Слушайте, я хотела спросить по поводу интернета как раз. А вы обижаетесь? Я... Вот когда вы... Вы поймите, что обижаться можно на какое-то событие, явление и так далее. Я не могу обижаться на людей, я не знаю мотивов, которые ими движут. Я же не знаю, может, он сделал это по указке какой-то. Вот, например, человек делает явно негатив по отношению ко мне. Вот журналист, он там же Лайф сейчас выходит и говорит, бывший музыкант Юрий Лоза. Я же понимаю, что он, наверное, не сам вот так думает. Он, наверное, слушает эти песни, или кто-то из его домашних любит мои песни. Такого быть не может, чтобы из ста моих песен ни одна не нравилась в его семье. Он прекрасно знает, что у меня запланированы гастроли. Сейчас вот до сентября все прописано. И называть меня бывшим музыкантом, это настолько мерзко. Но я не знаю, кто ему это все сказал сделать. Я не знаю, кто последний вот этот скандал, провоцированный на звезде. Я не знаю, кто им сказал и дал такую команду опустить лозу ниже Плинтуса. Поэтому я не могу обижаться на людей. На события какие-то, да, мне бы не хотелось, чтобы они появлялись. Мне бы не хотелось, чтобы, допустим, обо мне, как каждая мелочь какая-то всякая, кричала. И причем они же все, комментарии идут только в единственном числе. Ведь мне же никто не говорит, Юра, вы плохой. Только ты. И причем сопровождается это все. В общем, вся ругань, которая возможна только, вот она в последнее время, она льется таким потоком, что я по 200-300 комментариев удаляю каждый день. А, то есть это прям интернет в комментариях, и вы удаляете? Не столько в личку, в ВКонтакте вообще только в личку принято писать. Всю гадость какую-то, когда ты сможешь. Но я же не буду с ними полемизировать, я же не буду им доказывать очевидное. Я на своей странице выкладываю опровержения всякие, рассказываю, как это было. Кто-то пытается спорить, кто-то не пытается спорить. Но, ребят, я всем говорю, братцы, ну поймите, ну я в три года вам пишу. Вы в три года считаете эти посты, вы на моей странице. Почему? Потому что вам интересно на ней находиться. У меня заметки на любые темы. Вы поймите, что те, которые лайкают, они не дураки, наверное. А такие же люди, как и вы. Не надо считать идиотами, если они пришли, им нравится то, что я пишу. Я вообще как-то отношусь одинаково совершенно к тем, кто меня любит или не любит. Это тоже люди. Они могут заблуждаться, их могли неправильно информировать. Вот Месси говорит, вот против тебя ты знаешь, что сказал тот-то и тот-то. Я говорю, а вы знаете, как ему подали эту информацию? Вы же не знаете, как. Почему он так негативно ко мне настроен? Потому что кто-то непорядочный из журналистов подбежал к нему. Вот сейчас был такой момент, вот показали, как люди подошли к ребятам из Дипапл. Поставили им вступление песни «Плот» с какой-то там этой, ради со съемки, где нельзя играть живьем. Поставили им первые аккорды, где я играю на гитаре, один. Песня дальше развивается, там, ну, специально аранжировано так. Первые три аккорды поставили, вы знаете, что он такой какашка сказал против всех, там, наш вот этот великий обсиратель Лоза. Вот такой вот человек, который пишет вот эту фигню в Дипапл. Они сидят на него, смотрят, нет, не знаем. Ну, а что они могут еще ответить-то, если к ним подходит какой-то придурок русский, сует им какой-то смартфон и говорит с каким-то там дикой записью. Что на смартфоне можно вообще услышать музыканту? Смартфон же не звучит, не играет как. Рингтон только единственный может. Но это же надо придумать, подойти к ним с таким вопросом, а? И после этого я виноват. Я вас попросила бы просто не употреблять такое слово, которое вы в адрес журналистов употребляете в эфире. Хорошо. Я бы не могу, что можно в фейсбуке написать, но я вас просто попрошу, чтобы... Хорошо, ладно, я больше не употребляю ни одного, даже... Нет, именно вот такие слова, мне кажется, не очень... в нашем эфире я не хочу... Хорошо, хорошо, я же не говорю, что все журналисты плохие. Во-вторых, есть очень большая часть журналистов, которые самостоятельны, которые сами пишут. Они вообще никак не отреагировали на всю эту шумиху вокруг моего имени. Почему? Потому что они самодостаточны и они не перепостивают. Есть определенная часть журналистов, которые приспособились жить за счет других, за счет чужой информации. То есть, вместо того, чтобы самому что-то написать, гораздо проще взял, пункт, и тут же автоматом перекинул. Вот, скажем, последние вот эти все скандалы, они разлетаются с бешеной скоростью, никто даже не пытается проверить. И вот сейчас говорят, в эфире, там, канала «Звезды» Лоза сказал такие-то слова. Ребята, не было эфира. Ее не смонтировали, передачу. Взяли из получасового предполагаемого эфира, выдернули кусок съемки на полторы минутки и тут же дали в эфир. Под определенным соусом, под определенным комментарием. И когда все говорят, что Лоза сказал то-то в эфире, которого не было, ну, я же могу любого взять за шкирку и сказать, подожди, в каком эфире, назови мне, покажи время, в котором был этот эфир. Ее даже не монтировали. Ты передаешь чужую новость, чужую какую-то новость, даже не проверив. А теперь представьте, что это все прозвучало на радио, на котором я работаю. Человек, который перепостил, у него есть самый прямой выход из всех. Он может позвонить или подойти ко мне в коридоре радио и сказать, слушай, а что там такое? Что бы? Нет, никто у него засужился. Тут же моментально в эфир, и тут же я моментально, получается, как ах такой большой, который берет и лепит всякую ерунду. Я не леплю ерунду. Ее можно слепить, эту ерунду, если вы возьмете, отрежете то, что вам не нужно, скомпилируете. И при упоминании, вот мне сейчас жена сказала, ни в коем случае ни одной фамилии не называй. Это же, говорит, сейчас тебе кто-нибудь возьмет кусочек какой-нибудь, вырежет, скомпилирует, опять переставит и эту фамилию использует против тебя. Если говорить про споры в интернете, про вот эту историю с большим количеством комментариев, с большим количеством несогласных, то я рискну предположить, что, наверное, это все-таки началось не сейчас. А вот у нас последние два года есть большая наэлектризованная тема, которая называется Украина и которая называется Крым. И в нескольких интервью вы этот вопрос комментировали. Вот можно ведь, на самом деле, понятно, что как только начинаешь об этом говорить, то какую бы позицию ты ни занимал, одну или другую, обязательно будет большой поток и а поддерживающих, а б несогласных, причем агрессивно несогласных всегда. Ну, поскольку раскол такой. Потому что, да, тема уж слишком живая. А почему вы решили, что можно и нужно об этом говорить? Потому что я имею на этот счет совершенно точную позицию. Я точно знаю, что нельзя убивать себе подобных, и тем более еще, таких же точно, как ты. То, что происходит на Украине, когда одни украинцы вывезли с другими украинцами, ребята, это недопустимо. Ни с какой точки зрения. Поэтому я однозначно, в самом начале этого конфликта на Украине, я встал на позицию тех людей, которые всячески призывали к миру. И говорили, братцы, садитесь, договаривайтесь. Я не могу понять, как можно собрать армию и пойти усмирять, например, воюющих, какую-то часть своей страны. Только договариваться. Если они не хотят жить с тобой в одном поле, ну, разберись, почему, и сделай так, чтобы они захотели. Но стрелять по своим кварталам нельзя. И когда мне говорят, опять же, смотрите, позиция моя, совершенно конкретная. Когда во Франции убивают кого-то, вся Франция встает, вся Европа вопит, пацаны вышли в Донецке поиграть в футбол. Два трупа, шесть человек, четыре раненых по больницам. Почему? Потому что кто-то стрельнул по детской площадке. Ребят, этот подонок, который это сделал, не может называться человеком, с моей точки зрения. Я не могу этого понять, почему украинцы, которые пришли усмирять Донбасс, считают тех нелюдями, нелюдями какими-то, а недочеловеками. Это же нацистская идеология. А вы высказывались по поводу войны в Чечне, когда она была? Я высказывался однозначно и всегда против того, что нельзя воевать против своего народа. Никому и никогда. И что вот никогда в этой войне невозможно победить. Народ вообще победить теоретически нельзя. Я писал заметки о Кавказской кампании. Вы знаете, как воевали вообще наши, когда шло завоевание Кавказа? Он был нужен империи, империя хотела его присоединить. Воевали варварским методом. Выжигая поля. То есть вот такой был выжигной метод, так называемый. Потому что люди просто теряли под собой основу, опору. Потому что сжигаются жилища, сжигаются поля. Вели себя ужасно. Но потом, я когда все больше углублялся в эту тему, вдруг узнал элементарные статистические данные. А я люблю статистику. Оказывается, при завоевании Кавказа в военных операциях из всех погибших только 10% погибли в сражениях русских. Российских. Российских солдат. Остальные погибли от мороза, от безалаберности, от дизентерии, от тифа, от чего угодно. Там была война против своих же. Это всегдашное отношение начальства к войскам. Потому что, оказывается, в основном руководили нашими войсками наемные иностранцы. Которым это было пушечное мясо, такое же точно, как сами горцы. Не может быть нормальной войны. Просто теоретически война сама по себе абсурдная и сама по себе дикая. Вам когда-нибудь предлагали в политику идти? Мне предлагали это неоднократно. Когда у нас пошло создание всевозможных политических объединений и партий, в противный список принимали очень многих, просто с улицы брали. Это какой год? Ну, 91-93-й вот в это время. А ты же был начал в 91-м? Нет, вы поймите, я струсил, честно скажу. И даже не то, что струсил, а мне позвонил мой администратор, сказал, Вера, ну, привьет тебя там у Белого дома, кто будет хорошие песни писать? И это сработало. Но что я делал? Я ездил по... У нас же стояли войска везде вокруг. Я подходил к танкистам, я целый день убил на это. Я подходил и говорил, ребят, я сам служил, там сейчас будет заварушка, вас туда погонят. У тебя есть выбор к каждому. Вот я подходил просто, брал там лейтенантика, выводил, они меня все знают, они же песни мои поют. Я говорю, ребят, посмотрите, гораздо проще не поехать. У тебя может машина сломаться. Ты же знаешь, ты же знаешь. Нет, почему? Она не завелась, я же сам служил, я технический человек. Ты знаешь, как сделать так, чтобы потом сказать, развести руками, блин, сволочь подвела. Не пошло. Не пошло, да. Ты знаешь, куда сунуть винтик в шпунтик, где что закоротить, где-нибудь там бобровать проводочек, потом ты найдешь послезавтра, починишь. Ну, получишь, говорит, вахту. Но если ты пойдешь на эти баррикады, если кого-нибудь задавишь, убьешь, потом жить с этим всю жизнь. Вот чем я занимался. На саму баррикаду не пошел. Я участвовал в концерте. Как все, когда все уже было решено, когда ясно было, что уже бояться нечего. Тут выскочили многие, которые были со мной в концерте и кричали, что они стояли на баррикадах, мои коллеги. Я честно скажу, я на ней не стоял. На концерте был, да, на следующий день, там через день. А про политику начали говорить. Звали в политику и что-то? Да, я же никем не ангажирован. Поймите, что у меня есть твердая позиция. Я поддерживаю все положительное, что происходит в стране и критикую только то, что мне не нравится. Не все критикую, а именно то, что не нравится мне. Если я вижу помойку, допустим, если я вижу, что плитка положена плохо, я говорю, что это помойка и плитка положена плохо. Но не более того. Основные направления движения мне сейчас нравятся. Я был против тогда и, допустим, за в этот момент. Тогда у меня была определенная эйфория, как бы. У всех была революционная эйфория. В 90-е? Да, в 91-м. Уже в 93-м, видя, как танки стреляют по Белому дому, я понял, что революция действительно пожирает своих детей. И это не просто так. Это не какой-то там оборот. Не просто это какая-то фигура речи. Это на самом деле так. Но 90-е были далеко. А вот сейчас ведь, особенно в последние две думские компании, сколько артистов, сколько спортсменов идут в Государственный Дум. Но неужели не предлагали? А я не пойду. Я туда не пошел. Потому что мне, когда предложили, жена сказала, я, в общем-то, за этого человека замуж не выходила, которым ты хочешь стать. Я не представляю тебя в сером пиджаке. Я не представляю тебя голосующим по партийной дисциплине. А ведь это придется делать. А тогда у нас как бы, как независимый депутат, ты не имел никаких шансов на что-то повлиять. Ты просто был там, торговал голосом. С чем занимались независимые депутаты? Если ты не можешь ничего пробить, то ты можешь добавиться к кому-то. Я знаю эти компании, я побывал в некоторых из них выборных, посмотрел, как это все делается и сказал, что мне это не надо. И, во-вторых, все-таки, поймите, я позиционирую себя как музыкант, как композитор, как писатель, как драматург. Я все-таки написал пьесы в театре, которую я сам видел на сцене. И я понимаю, что, наверное, я не буду хорошо смотреться с короткой стрижкой и в сером пиджаке. Почему с короткой стрижкой? Ну, не знаю, по думе надо ходить уже как политик, а не как оборванец. Или как артист. Ну, артист оборванец одно и то же. А вы уже не первый раз в ответах своих упоминаете свою супругу. Просто мы, если правильно поняли, в каких-то больших решениях жизненных, вы, когда принимаете это решение, вы советуетесь с семьей. А разве бывает по-другому в нормальных семьях? Да нет, ну что вы. Ну, нет, так не должно быть, или это же глупость полная. Мы же вместе идем по жизни уже достаточное количество лет. Мы вместе пережили, что у нас есть общее прошлое. Мы преодолевали какие-то серьезные невзгоды, которые вывалились на нашу голову. И как же мы можем принимать решения отдельно друг от друга? Я вообще этого не понимаю. Хорошо, а если говорить... Я люблю свою жену с краем. Ну, как еще по-другому-то сказать? Если говорить не про членов семьи, а про близких людей, например, друзей. Во-первых, часто бывает, что, особенно последние, опять-таки, пару лет, что разъединяют какие-то установки и точки зрения. Как принимаете решение, с кем дальше дружить, а с кем не стоит больше? Ну, я думаю, что настоящий друг никогда не будет в ущерб какому-то политическому своему убеждению жертвовать дружбой. Ну, пожалуйста, относись как хочешь к кому угодно из политиков, относись как хочешь к ситуации, все что угодно может быть. Это же никак не отражается на нашей дружбе, если это дружба, настоящая дружба. Но ее быть не может, если мы с ним расходимся настолько, что способны совершенно по-разному воспринимать мир. А как считаете, вот просто вы когда рассказывали про свою музыкальную карьеру, вы рассказывали про кабаки, потом про ансамбль, потом сольная карьера. Вот сейчас нынешняя действительность у молодых ребят, которые хотят заниматься музыкой, есть шанс сделать карьеру, ну, условно, по тому же пути? Откуда им начинать вообще? По тому же пути нет, потому что ориентиры сбились. Я все-таки ориентировался на то, что надо создавать новый материал, а сегодняшние музыканты, они должны создавать новую упаковку. Так принято. Авторы у нас задвинуты куда-то очень далеко сейчас, за пределы, практически за пределами видеопространства. Никто не знает, кто написал песню, кто написал текст. Ну, все песни Перкорово написал Перкорово. Загляните в интернет и увидите все. Не найдете ни одного автора, теоретоннический даже. Во-вторых, когда вы смотрите какую-нибудь передачу музыкальную, то большие важные артисты в перьях ходят, а потом в конце будет такие два столбика. Прозвучали песни на стихи. Песни на музыку трать, почему какие-то непонятные люди все это сочиняют, но они настолько незначительны, что о них можно даже не упоминать. Ну, то есть карьеру сделать можно только как? Новую упаковку надо делать, искать денег, и эту упаковку красиво продавать. Дело в том, что уже давно пришло поколение пользователей, вот в этом веке. Если раньше каждое новое поколение, это было поколение создателей, каждая несла свою идеологию, свою культуру, свою субкультуру, свою эстетику, то сейчас пришло поколение пользователей. Берем старые, перелицовываем. Мне поступало миллион предложений по поводу моих песен, чтобы сделать из них современную упаковку. И вот будет красиво все это. Я говорю, ребят, я вот услышу где-нибудь плод с английскими речевками, найду и прибью. Почему вы так простите? Может быть, оно бы здорово было бы сейчас звучало. Не получится, оно здорово. Все, что нужно из этой песни, я уже сделал. Напишите что-то новое. Они же от чего мне предлагают, от неумения написать самим. Понимаете, никто не собирается что-то создавать сейчас. Потому что создатели не получают ничего за это. Никто же... Ну, как удовлетворение творческое же ж, нет? Ну, извините, я ради удовлетворения ничего не делаю вообще сейчас творческого. Я могу удовлетворить его в сотни способов, в творческое удовлетворение. Написать все, что угодно, рассказать что-то там и так далее. Но чтобы писать песню, поймите, эта работа серьезная, она не пишется просто так. Там, во-первых, что написать текст, вот я об этом книгу написал. Изводишь единого слова ради тысячи танцеловесной руды. Если это текст, а не поделка. Чтобы написать музыку, поймите, что ее же надо еще и создать, эту музыку. Поймите, как создать, аранжировать. Ее же надо записать. Каждый свой произведение. Почему я свои песни не слушаю? Не слушаю, потому что я уже как бы наслушался вперед. В проценте. Лет на десять. Когда ее сводишь, сидишь, прослушиваешь этот материал по частям и вместе столько раз, что потом уже больше слушать уже долго не можешь. Вот как у нас есть традиционный вопрос, который мы всегда задаем в начале программы, так есть и традиционный последний вопрос. С минуты до конца у нас осталось, да. Решение, над которым вы прямо сейчас раздумываете. Ну, во всяком случае, в последнее время, которое пока еще вы не определили, но ответ на этот вопрос. Ну, вот думайте над ним. Ну, вот я принял уже это решение. Ограничить сейчас контакты со СМИ. Я просто хочу, чтобы немножко сломала эта волна. Вот это решение я принял сейчас. И, наверное, это, пожалуй, последний эфир. Я отказался сейчас найти на некоторые каналы. И даже в очень хорошие передачи, и даже, которые будут в прямом эфире, и даже, которые будут с абсолютно музыкальными, с пением песен. Вообще все. Но это не навсегда. Нет, конечно, нет. Просто нужно немножко, чтобы мое слово перестали делать небом. На этом придется заканчивать программу. Просто время закончилось. Спасибо большое. Это была передача «Разбор полета». У нас в гостях здесь в прямом эфире был певец, композитор, автор песен Юрий Лоза. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. И вам...